Расскажем, чем провинился перед Богом библейский персонаж по имени Онан. Тот самый, в честь которого названа мастурбация. В общем, все началось с того, что мужик, которого звали Онан, женился на вдове своего брата. Не по любви и не по расчету, а потому что в то время и в том народе действовал основанный на религии закон, что если мужчина умирает бездетным, то жену этого мужчины берет в жены его брат. Пофиг, что у него уже есть жена. Цель всего этого мероприятия, чтобы жена брата родила, наконец, мальчика. И строго пофиг, что он будет не от умершего мужа, а от его брата. Юридически он будет считаться законным сыном и законным наследником умершего. Принципиально важно, чтобы этот ребенок получил имя умершего бездетным мужчины, чтобы его имя не изгладилось из народа Божьего. Там была малопонятная нам, жителям современного общества, национально-традиционно-религиозная тема с именами. Тема имени в религии всегда очень важна, даже в современном православном христианстве. Принципиально важно, чтобы в записках и в обрядах использовалось не имя из паспорта, а имя, данное при крещении. То есть, если современник Онана не оставил после себя сына, не передал ему свое имя, это как для жителя царской России, которую мы потеряли, умереть без покаяния. Вернемся к нашему Онану. Он, как положено, женился на вдове своего брата, но не хотел, чтобы она забеременела. И поэтому, когда ложился с ней, то сливал семя на землю, то есть применял контрацепцию путем прерывания полового акта. Богу это было не угодно, и поэтому Онан умер молодым и бездетным. На основании этой истории религиозные толкователи Библии считают, Онанов грех – это мастурбация и контрацепция. Хотя, по-моему, больше похоже на мошенничество. Это как если на фирму вызвали ветеринара для семенения коров, а он деньги взял, документы оформил, а материал слил на землю. И потом ни молока, ни телят. Потому что у ветеринара есть родственники с конкурирующей фермы. Так что, когда вам позвонят очередные мошенники, якобы из банка или полиции, и начнут выведывать реквизиты вашей банковской карты или коды из СМС, то с точки зрения Библии мошенников правильнее называть не *** доры, а ананисты. По сюжету Библии Бог вмешивается только тогда, когда действия людей касаются религии. Анан нарушил кринжовейшие с точки зрения современного человека религиозные предписания, касающиеся осеменения вдовы своего брата. И за это Богом наказан. То есть, если бы Анан занимался мастурбацией для собственного удовольствия или просто не хотел детей от своей жены, например, чтобы не плодить нищету, то Богу по библейской логике было бы строго пофиг, так же, как ему пофиг на общественно-политический строй, культуру, мораль и нравственность, социальную несправедливость, войны, болезни, экологические катастрофы и марку часов Патряха Московского и вся Руси. Пишите в комментариях, какие еще библейские сюжеты нам разобрать.